Премьер-министр Ливана призвал международных инвесторов оказать помощь его стране. Она не справляется с масштабным притоком сирийских беженцев. При этом экономика всё ещё не может восстановиться после 15-летней гражданской войны. «В ближайшие три года Ливану понадобятся новые инвестиции на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов. Они нужны для модернизации инфраструктуры, развития новых проектов и компенсации затрат в связи с прибытием в нашу страну полутора миллионов сирийцев». При этом премьер-министр считает, что Ливану не оказывают достаточно помощи для разрешения миграционного кризиса. «Поддержка международного сообщества, в то время как мы принимали беженцев, до сегодняшнего дня носила в основном гуманитарный характер и не была пропорционально большим потребностям как сирийских беженцев, так и принимающих их общин». После того, как в 2011 году в Сирии начался военный конфликт, многие мирные жители бежали в соседний Ливан. В настоящее время их здесь не менее миллиона человек. При этом численность населения самого Ливана – около 4,5 миллионов. В ходе длительной войны ливанская экономика, зависящая от туризма и денежных переводов из-за рубежа, сильно пострадала, инфраструктура нуждается в ремонте. Согласно прогнозам Всемирного банка, в текущем году внешний долг Ливана по отношению к ВВП составит 155 процентов.